Сегодня в 7 вечера, не пропустите, вечернее шоу Аллы Довлатовой. Ну что, у меня в гостях российский дизайнер, предприниматель и блогер Арсений Лебедев. Здрасте, Арсений. Артемий. Артемий, простите, да. Похоже, похоже, но... Да, почти год, как вы занимаетесь, вы проводите свой личный опрос сегодня, кстати, я тоже это делала, относительно цветов нашего триколора, нашего флага. У вас есть наверняка свои какие-то уже наблюдения по этому вопросу, что наши слушатели, ну у меня есть свои, у меня вот я даже подготовилась, наши слушатели в основном считают, что белый цвет – это цвет веры, чистоты, ну какой-то такой правды, синий цвет для большинства – это небо, соответственно, свобода, и, наконец, красный цвет тут вот мнения разделились. Одни говорят, это вот сила, страсть, такая победа, а другие говорят, это кровь, это вот родство, это, ну вы, как отец десятерых детей, понимаете, что такое кровь, родство и, в принципе, братство народов. Что ваши исследования показали? Я проводил два исследования, у меня было два зачета – олимпийский и паралимпийский. И мне очень нравятся результаты паралимпийского зачета, потому что выяснилось, что, ну понятно, что синий – это небо, а белый – это сметана, а красный – это борщ. Ну у меня сегодня тоже так была версия. Один слушатель, у нас вообще слушатели с чувством юмора, один слушатель сказал, что, значит, белый – это скорая, синий – это полиция, и, наконец, красный – это пожарный. Можно и так запомнить. Можно запомнить словом «бэйсик» – белый, синий – красный. Ну а лично для вас? Для меня это триколор, это цвета, флага моей страны. Да, и вот у вас ассоциации какие с этими цветами возникают? У меня возникают ассоциации морские, как ни странно, потому что для меня флаг в первую очередь связан вообще со всей морской темой, с морем, с кораблями, с развиванием на ветру. И вообще флаг – это у меня в первую очередь всегда ассоциируется с праздничным настроением, с ветром, со свежестью – это мои такие дизайнерские ассоциации. Хорошие ассоциации, кому летом море не в радость, я думаю, таких людей нет. Хорошо, я знаю, что вы собирали целую коллекцию вообще каких-то чудовищных, ну я не знаю, как это называется, примеров, когда люди от большой любви и от какого-то великого патриотизма, который перехлёстывает иногда через край, этот флаг рисовали на самых неуместных предметах, вот где именно это непостижимо делать. У меня есть целая коллекция, я специально кинул клич, мои читатели мне много прислали самых разных вариантов, и это фантастическая, конечно, коллекция, потому что видно, что у людей есть некое отношение, что это правильные, хорошие, важные цвета, это раз. Второе – то, что за них никогда не накажут, поэтому любой чиновник выдаёт три банки с тремя красками своему дворнику, и тот идёт и красит автобусную остановку, это хорошо, если автобусную остановку, а так урны, помойные баки, ну какие-то заборы, то есть совершенно непотребство, это папуащина, и так делать, конечно же, нельзя. Нельзя. Флаг должен быть только из ткани, и он должен висеть с уважением, ни грязной, ни рваной никакой, он должен производить впечатление причастности к чему-то большому, важному и символичному. Согласна, согласна. Ни в коем случае, никакие заборы никогда нельзя красить триколором, это позорище. Как с этим бороться? Чтобы сейчас все услышали вот это сообщение, передали своему депутату, мэру, губернатору, сказали, запретить красить любые поверхности в русский флаг. Фасады зданий нельзя красить в русский флаг. Нельзя ехать на рынок, покупать там профнастил трёх цветов и покрывать свой сарай триколором. Почему? Это позор. Объясните. Потому что это только если ты живёшь в Уганде, можно так делать. У нас это недостойно. У нас есть другие цвета, есть колористические паспорта. Чёрная краска самая лучшая вообще на свете. Звучит страшно, на самом деле, выглядит всегда прекрасно, красиво. Можно всё, что угодно покрасить чёрным, будет замечательно. Ну, то есть в данном случае, чтобы люди поняли, это что? Это не уважение к флагу. Вот такое вот, ну, раз, я не знаю, растиражирование вот такого. Это неандертальство. Вот это уровень, который надо пережить. И мы при жизни, у нас есть для этого все возможности, чтобы, услышав это важное сообщение, перестать красить всё подряд триколором, потому что это позор. Слушайте, ну я могу сказать... Триколор — это флаг. Он должен писать на древке красивый, развивающийся, вызывающий уважение. Вообще не спорю, но покаюсь и голову пеплом буду посыпать. Вот лично перед вами, Артемий, это произойдёт после короткой рекламы и очень красивой песни. У меня в гостях сегодня дизайнер Артемий Лебедев. Говорим о российском флаге, потому что Артемий занимается этим давно. Ну, расскажите нашим слушателям, почему вы в какой-то момент вдруг решили взять и заняться российским флагом? А, у меня началось моё увлечение этим вопросом с моей любимой темы. И у меня что-то выбесило. Да, что? Потому что я очень раздражительный человек. Это моё главное топливо. У меня очень быстро включается стартер, я очень быстро бешусь. И в этом бешенстве я как ураган прохожусь и навожу улучшения. У меня такой вот метод. Поэтому я увидел, что, оказывается, наш любимый родной российский флаг каждый раз висит, когда на здании, это позорная прозрачная тряпка, через которую вообще всё видно насквозь, как будто это просто тюль. Чудовищно. И я подумал, что первое, с чего надо начать, чтобы уважительное отношение к флагу, потому что пока я ездил по миру, как выглядит британский флаг, как выглядит американский флаг, как выглядит турецкий флаг, израильский флаг, ты прям чувствуешь, что это вещь. Это вот как военная форма 1812 года. Это прям такое, что хочется надеть и сразу пойти за царя Отечества, там, просто убрать. А тут вот вешается эта тряпка, самая дешманская позорная тряпка, потому что это флаг, казалось бы. И поэтому я начал с того, что я сделал нормальный флаг. Покажите, вы принесли и покажите, пожалуйста. Я принёс, те, кто смотрит трансляцию, они увидят. Так, мы сейчас растянем его. Мы сейчас растянем. Он сделан из потрясающего материала, у него потрясающие цвета. Супер, очень красиво. Короче, его хочется повесить у себя куда-нибудь в кабинет, и вы его повесьте. Да, мы его повесим. Он красивый. Он очень красивый, он действительно сделан двойной. Он двойной, это специальный материал дублерин, он не прозрачный, он очень не мнущийся. То есть он прям выглядит как надо. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, недавно один молодой человек в Риге участвовал в акции за Россию. Я что-то помню, такая новость. И надел вот так вот на себя флаг. Его там чуть не расстреляли. И получил людей от полиции. Да. Ну вот скажите, вот так вот может человек выйти с флагом на плечах? Ну, конечно, все футбольные фанаты так будут делать. Это нормально? Это нормально, да. Тогда можно посижу? Да, пожалуйста. Можно согреться. Мне так нравится. Так, хорошо, Артемий, теперь я хочу покаяться. Значит, это было в 2000 году. Мне выпала честь открывать чемпионат мира по хоккею в Петербурге. Мы там с одним известным певцом пели песни, трусинеград, хоккей, катались на коньках вместе с ледовым театром. И у меня была одежда такая, красные брючки, синяя маечка и сверху вот такая белая. И на одну сторону вот такой как вот белый рукав и полотнище. И в какой-то момент после первого припева меня сажали на трапецию, и я прям летала над всем ледовым дворцом. Развивались мои вот эти вот, я как флаг сама была. Я испытывала такое чувство гордости. Меня была, я прям чувствовала себя флагом. А вот теперь... Ну, это красиво. Я хочу спросить, а вот когда это одежда, вот люди могут себе позволить такое? Мне кажется, что это попахивает, как правило, дурновкусием. У меня в моей коллекции есть замечательные трусы в виде русского флага с золотым орлом и с написью «Россия» на заднице. И это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Так делать все-таки нельзя. У меня есть в коллекции мочалки. А самый любимый пример, который у меня есть, это шаурма в цветах русского флага, трехцветная. Ее вот где-то в Питере подают. Но это уже все. Это вот, значит, люди уже, они настолько не понимают, где находится граница, настолько... Ну, когда вот я выступала на подобном международном соревновании, вот такое все-таки было допустимо? Ну, конечно. Все страны так или иначе используют мотивы своих национальных цветов из флага. Это нормально. Но просто это должно быть всегда с определенным уровнем респекта. Да. Вот у меня есть хороший пример, насколько американцы обожают свой флаг. Независимо от режима президента вообще времени, века им совершенно все равно, у них дичайший респект. Они прям за него готовы прям горло порвать. У них есть правило, что, например, нельзя флаг складывать одному, потому что тогда ты можешь его положить на землю, а это плохо. То есть надо складывать вдвоем. И у них это прям прописано в правилах, вот прям есть специальный сайт, где написано, как нужно обращаться с американским флагом. Вот это то, чего нам очень сильно не хватает. Не хватает. Не хватает. Нам тоже нужно. Это тряпка. Ну, тебя в завхоз выдал, ты там в мешке принес, повесил в каждый класс и все. Ну, понятно. В общем, нам тоже нужно, да. Это то, что надо начинать к этому приучать. Ладно. И, слава богу, у нас с этого года начнут же поднимать флаг в школах по понедельникам. Начнут. Сначала это будет очень неловко. Я уверен, что будет куча ржачных сцен. Будут вешать вверх ногами, будут там еще какие-то приколы делать. Постепенно привыкнут. И начнется постепенно уважительное отношение к флагу. Сегодня, кстати, День российского флага. День российского флага. Мы вас поздравляем. Итак, сегодня президент сказал о том, что с 1 сентября во всех школах будет звучать гимн и флаг раз в неделю по понедельникам. Итак, я поняла, что вы тоже поддерживаете это. Я поддерживаю. Ура. Я напоминаю, что сегодня мы отмечаем День российского флага. У нас сегодня праздник. У меня сегодня в гостях дизайнер Артемий Лебедев. Еще раз, Артемий, здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. Итак, мы остановились на детской теме. Вот сколько детей из ваших? Десяти школьники сейчас? Пять. Пятеро школьников. И вот они придут 1 сентября, и им вот этот флаг покажут, поднимут. Я у них спрошу, как это было. Да, мне интересно. Как это было. Вот мне тоже интересно, потому что у меня школьников теперь пока уже осталась одна. Одна совсем маленькая, старшие студенты. Но я бы и в вузах тоже поднимала флаги. Мне кажется, что даже несмотря на то, что они не привыкли, к этому очень быстро привыкаешь. И это все равно... Ну, опять же, я могу привести пример. Вот тех стран, где я видел, как люди уважительно относятся ко флагу, что школа – это некая базовая вещь, потому что это государство дает образование, и оно, в общем, должно начинать как-то, чтобы люди обращали на это внимание, знали, кто о них заботится. А так, конечно, на любой, в общем-то, крупной площади, на любом заметном участке флаг – это просто очень красиво. И многие ребята ставят его совершенно независимо... Это не обязательно флаг должен ставиться перед каким-то государственным учреждением, он может ставить просто для радостной красоты. Да, хорошо. А вы своим детям что-нибудь про флаг говорите? Вот вы столько сами его изучаете, столько им занимаетесь, производите такие шикарные флаги. Как с детьми вы ведете Триколор? Я начал с того, что я в этом году такая, я вижу, что идет движуха, идет подготовка в школе, все это будет. То есть понятно, что тема, наконец-то ей заинтересовались. И я сделал поэтому фильм. Он есть на Ютубе, на Рутубе, во Вконтакте, называется «Триколор». Он как раз сегодня опубликован, где я, в общем, исследовал все, откуда он взялся, как он появился, как он жил, как он менялся, какие у нас еще были по дороге флаги, как народ, в общем-то, выбрал именно этот вариант, хотя уже был имперский, вот этот черный, белый, который людям не зашел. Ну, Александр Второй его предложил, но что-то, честно говоря... Он сам им и пользовался, да, другим не понравилось. При всем уважении к нему, действительно, достойные люди были у нас часто у власти. Я имею в виду государь-император. Но черный, желтый, белый, ну, цвета какие-то не наши. Ну, потому что они очень смотрели туда, в сторону Германии, Австрии, им все вот там казалось, что источник благодати, а он был здесь у нас под руками. Конечно. И вы знаете, что удивительно? Вот что удивительно, то, что там, понятно, Петр увидел у голландцев где-то там что-то еще, но, может быть, потому что он давно живет в нашей стране, эти цвета, но мне почему-то кажется, что они именно нам близки. Ведь нельзя говорить, что есть какой-то флаг некрасивый. Вот меня сегодня спросили, а есть некрасивый флаг? Я говорю, для меня да, но я уверена, что для немцев то, что для меня некрасиво, а им очень понравилось. Но мне реально не нравится сочетание желтого, черного и красного, потому что у меня ассоциации с трауром. Вот гробы, красно-черный. И я смотрю на их флаг, у меня вот эта ассоциация, для меня это некрасиво. Тяжелый, тяжелый, да. Да, но я думаю, вот как дизайнер, вы со мной согласны или нет? А вот белый, синий, красный, русский флаг прекрасный. Не потому, что я тут сижу лягушка в своем болоте, а потому, что вот, не знаю, может, это природа у нас такая, что нам вот эти цвета нравятся? Или поясните мне, что в этих цветах такого удивительного? Почему они для нас красивые? Я в них вижу вот такую легкость, свободу и воздушность. Вот у меня такие ассоциации. Ну, это потому, что мы всех родом отсюда, да. Всякое же бывает. Мы же жили 70 лет с красным флагом. Но он тоже хороший, он тоже красивый. Очень, очень хороший. Он очень красивый, он прямо такой мощный, прямо такой... Прямо жалко даже, что его нет. Мне тоже жалко. И андрейский флаг очень красивый. Да, но все равно это все в нашем колоде. Он такой дизайнерский, и он прям вот... Я завидую морякам, что они могут его использовать. Ну, прекрасно, да. А я радуюсь за наших моряков, что они могут его использовать. Продолжаем разговор. Сегодня день флага, нашего флага, нашей страны, российского флага. Мы вас с этим поздравляем. И, конечно же, Артемий Лебедев самый правильный у меня сегодня гость, который все знает о нашем Триколоре. Я предлагаю Блиц. Блиц со звездой по поводу нашего государственного флага. Значит, какая основная функция государственного флага? Ну, это Блиц коротко. Сигнальная функция, конечно, обозначает себя. Флаг должен рассказывать о каких-то фактах истории или традиции страны? Совершенно не обязательно. Есть пару флагов в мире, которые с большим количеством символизма, туда понапиханным. Но это абсолютно опционально. Это какие страны? США. 13 полосок и 50 звездочек. Извините, это самый подробный флаг со всей истории на одном знамени. Но это перебор. Хорошо. Хотя красиво. Сейчас дизайнеру есть над чем поработать конкретно в нашем случае, над нашим флагом? Конечно, есть. У меня есть проект российского флага будущего, где, конечно же, сохраняются все наши любимые три цвета. Но только они переходят плавно к градиенту. Градиент. Это выглядит бомбически красиво. И это выглядит, ни одного флага в мире нет такого. Как любый градиент? Посмотрите на мои глаза. Я все время делаю этот градиент. Я обожаю его. Тогда вам понравится. Да мне уже, я уже представила. Класс. Слушайте, чем отличается флаг и знамя? Знаете? Я думаю, что можно взаимозаменять. Наверное, все-таки знамя у полка, а флаг висит сам по себе на улице. Я тоже так думала. Знамя – это единичное изделие, а флаг – это производство массовое. У полка один флаг, у него не может быть два. Да, да. Вот это вот. Палка, ладно. Как называется человек, который любит флаги? Вексилолог? Да? Ну, чуть-чуть по-другому. Или флаголюб. Вексилофил. Вексилология – это наука флага. Да, а вы вексилофил? Да, конечно. Потому что я вообще люблю любые сигнальные системы. Для меня это область профессионального интереса. А теперь внимание. Из патриотических чувств, от суперизбытка, что можно делать, что нельзя. Делать флаги гигантских размеров. Очень хорошо. Так, ну, когда люди идут, а потом… Ну, это чуть уже похуже. Я люблю, когда стоит огромный флагшток, и на нем огромный висит флаг. Это очень хорошо. Хорошо. То есть флаги из людей, машин – это не то. Это дур на вкусе. Сажать клумбы в цветах российского флага. Тоже дур на вкусе. Рисовать болельщикам флаг на щечках. Это хорошо и живо. Красить волосы в триколор. Немножко попахивает пошлятинкой. Делать маникюр с триколором. Вещь временная, можно пережить. Временная, да. А когда ты посуду моешь? Ну, ничего страшного, никто не обидится. Хорошо, ладно. Тогда шить одежду в цветах флага. Плохо. Лучше в каких-то других цветах шить одежду. И можно повесить флажок, можно носить флажок, можно иметь флажок. Но совершенно… Вот это сама идея, что есть некий корпоративный набор цветов, которые мы везде используем, что вот у нас теперь… Вот мы должны говорить эти слова и носить какие-то цвета. Это… А на своем доме повесить? Очень хорошо, очень правильно. И был же закон, когда, по-моему, в 99-м… Оставьте мне этот слаг, я у себя на доме повешу. В 99-м году Путин же разрешил вешать флаги на балконах. Если помните, были случаи, когда людей судили за то, что они вешали триколора на балконе. Они самые лучшие чувства проявляли, а к ним приходили там из ЖЭКа и говорили, уберите, не иметь права государственную символику так использовать. Понятно, теперь можно. И разрешили. И даже нужно. И где-то, когда люди уже шьют трусы и красят помойные баки, это немножко перебор. И, наконец, последнее. Вот едут на машинах, и там флаги. Очень хорошо. Очень хорошо. Все, делаем, ребята. Скажите, Артемий, ну, с точки зрения человека с хорошим вкусом, большим, как дизайнер, в вашем топе какие, кроме нашего флага, еще есть? Как человек с безупречным вкусом, я скажу, что самый, наверное, красивый графичный флаг у Греции. Он фантастический. И на втором месте я бы поставил флаг Японии. Вот так. Да. Тоже красивый. Тоже красивый. А в этом смысле вот Япония вам нравится, а Канады нет? Канада, мне кажется, она немножко попримитивнее. То есть если вот смотреть, опять же, из графики, из таких очень ярких, таких прямо узнаваемых, прямо очень классных, это, конечно, Юнион Джек в Великобритании. Там же это несколько флагов, сложенных вместе, но получилось очень красиво. Понятно. У нас тоже есть похожий флаг, который вешается всегда на носу военных кораблей. Есть. Очень красивый. Который тоже с пересечением крестов создан и похож. Многие думают, что мы каким-то образом заимствовали в Великобритании, но нет, он совершенно независимо появился. Это правда. Спасибо большое. Впереди у нас игра. Дизайнер, путешественник и блогер Артемий Лебедев сегодня у меня в гостях. Я предлагаю завершить наш сегодняшний праздничный разговор о флагах, о нашем флаге, о российском игрой. Давайте. Да? Хорошо. Из чего был сделан самый древний флаг? Я задаю вам вопросы, даю вам три варианта. Из раскрашенного папируса, он был высечен на камне или из металла. Ой, мне кажется, еще раньше было что-то. Раньше просто какой-нибудь конский хвост на палке был. Да раньше, чем коней. Хорошо, папирус. Завели. Вы думаете, папирус. На самом деле, самый древний флаг был изготовлен примерно пять тысяч лет назад на территории современного Ирана и был он сделан из сплава меди с другими металлами. Вот пока один нулю моя польза. Флаг Филиппин бывает в двух состояниях. Когда-то он бывает верхней полосочкой, а когда-то он бывает нижней полосочкой вверх, то есть то синей полоской вверх, то красной полоской вверх. От чего это зависит? Почему его переворачивать? Три варианта. Когда президент покидает страну, раз. Когда страна воюет или когда отмечают День независимости от Испании. Ну, пусть будет третий вариант. Когда отмечают День независимости от Испании. Нет. В мирное время на флаге Филиппин синяя полоса расположена сверху, а красная внизу. А если страна ведет военные действия, ну, какую-нибудь спецоперацию, то тогда флаг меняется и красная оказывается наверху, а синяя внизу. Красавчик. Прикольно, да? Когда заметили, что у Лихтенштейна и Гаити полностью одинаковые флаги? При каких обстоятельствах это было? Первое, во время Олимпиады. Второе, на всемирной выставке или во время печати каталога все флаги мира? Ну, я за Олимпиаду. Ой, ура, я за Олимпиаду. Это правильный ответ. Артемий, я вас поздравляю. Итак, во время, да, Олимпийских игр 1936 года до этого никто этого не замечал, и вдруг бабах увидели. Ну и что? Поэтому Лихтенштейн добавил на свой флаг корону. Одной из планет, это последний вопрос уже на тему фантазии. Одной из планет Солнечной системы, организации, которые занимались проектами освоения этой планеты, это Марс, естественно, они придумали неофициальный флаг. Выглядит он следующим образом. Внимание, это единственная планета. Значит, вот красная, зеленая и синяя полоски. И все это стоит вертикально. У меня есть предложение. В данном случае у них ассоциируется красный, это современный Марс, зеленый и синий, это цвета надежды, что планета станет когда-нибудь впитаемой. Все прекрасно. Я считаю, что это несправедливо, потому что где Марс, там всегда Венера. Марс это отвечает за определенные действия на планете, а я всегда за любовь. Я предлагаю нам с вами придумать, на данном случае вам, как дизайнеру, придумать флаг планеты Венера. Пусть он будет нежно-розового цвета. Просто? Да. Так просто? Да. Без градиентов? Без. Кошмар. Просто нежненький и розовый. Ну что, нежно-розового цвета, настроение сейчас у нас такое. Мы прощаемся с вами, Артемий Лебедев, Алла Довлатова. Я оставляю вас в компании со Светой Казариновой до полуночи, так что вам хорошую компанию, с кем отметить День флага России, мы обеспечили. Пока, спасибо. Сегодня в 7 вечера. Не пропустите вечернее шоу Аллы Довлатовой.